Привет! Сегодня мы будем смотреть фото, которые вы мне прислали. Школьникам многого для счастья не нужно. Иногда хватает и пятёрки по какому-нибудь предмету, чтобы поднять настроение. Но когда получаешь шестёрку, то становишься рад как никогда. Как сделать крутую детскую одежду ещё круче? Разместить на объявлении фотографию одного из самых популярных блогеров нынешнего времени. Дима, как обычно, зашёл в автобус и сперва не заметил ничего странного внутри. Но чуть позже он обнаружил рядом необычного пассажира. Кота, который удобно развалился на сидении. Фотография, которая была сделана Игорем во время самой обычной прогулки. Пути двух самолётов пересеклись, образовав в небе этот крест. Ирина прислала нам снимок морковки, которая точно осталась недовольна тем, что её вытащили из грядки и собираются пустить на обед. Руки в варежках в вольер не совать. Штраф одна варежка. Всё же это лучше, чем один съеденный палец. Предупреждён? Значит вооружён. Присылайте свои интересные фото по ссылкам в описании под видео. Купи крем и второй тоже купи. Отличная акция. Правда, выгодной она будет разве что для магазина, который её придумал. Чем сейчас занимаются школьники во время уроков? Многие играют в игры на своём смартфоне. Но когда у того заканчивается зарядка, приходится сидеть смирно и ждать. Представьте, что вы сидите в этом кафе. И тут вам кто-нибудь звонит и спрашивает, где вы сейчас находитесь. Ответ будет очевидным. Я дома. Коты зачастую не терпят никакой конкуренции. Думаю, вы и сами видите, какие отношения образовались между взрослым котом и новым котёнком в доме Лёши. Любую поломку можно превратить в достоинство при помощи воображения. Раньше это была дыра в стене, а теперь это место, где начинаются приключения. В своё время Сникерс придумали настолько гениальный лозунг, что его можно переделать под практически любую продукцию. И люди этим успешно пользуются. Ломал дверь туалета для девочек. Не знаю, в какой момент приходят такие идеи. Но хочется, чтобы подписчики канала Фактория не занимались подобными вещами. Андрей играл со своими друзьями в бадминтон. И в какой-то момент валанчик застрял на дереве. Доставать его, конечно же, было решено при помощи ракеток. После этого игра окончилась. Ксения скучала на уроке и наблюдала за происходящим на улице. Ей практически сразу же попалось в поле зрения здание, которое пытается замаскироваться под окружающую обстановку. Кто-то решил немного переделать стандартный знак «стоп» в более разговорный вид. Какой вариант лучше, каждый решает сам. Уменьшительно-ласкательные формы могут сильно преобразить обычные выражения, что невольно вызывает на лице улыбку. Алексей не рассказал, где ему удалось найти такого странного Шрека, но с ним определенно что-то не так. Добрый огар теперь выглядит устрашающе! Даша сделала эту фотографию на горе Ежовой. Снег сейчас ценится настолько, что в некоторых местах его запрещено забирать с собой. А ведь так хотелось! Сергей нашел свой старый дневник со дня самоуправления, когда место учителей занимают ученики старших классов. Как видите, ребята были очень щедрыми на хорошие оценки и похвалы. Константин гулял по городу и наткнулся на доску, которая очень убедительно просит каждого проходящего подкрепиться в этом месте бургером. Растения способны появиться в любом месте, даже в небольшом пространстве между кирпичной стеной и стеклом окна. В Швейцарии много вещей и явлений, которые могут удивить туриста. Одна из таких – шоколад, который продается не в привычной нам упаковке, а в металлических коробках. Прежде чем войти, постучи и подумай, нужен ли ты здесь. Это объявление висит на входе в кабинет труда. Учитель явно не отличается особой любовью к детям. Думали, что Хогвартс – это выдумки? Просто вам так и не пришло заветное письмо из школы колдовства и магии. А Тимофею пришло! Нам остается только завидовать. Судя по тому, какая крыша в школьной библиотеке Назара, можно сделать вывод, что снаружи сама школа в целом выглядит довольно красиво. И это должно быть нормой для заведений, где дают людям знания. Перед вами приз-курант на дополнительные услуги, которые висел в офисе одной страховой компании. Ставьте видео на паузу и ознакомляйтесь. Кто-то из одноклассников Кирилла принес с собой на занятие Дженгу. На перемене сначала поиграли по классическим правилам, а затем начали строить башню. Природа никогда не перестанет нас удивлять своим стремлением к процветанию в любом удобном и неудобном для нее месте. Заживание на уроке 5. За работу 2. Эта запись была сделана в дневнике одноклассника Ярослава. Каждого учителя просто бесит, когда школьники достают жвачку. Камила увидела эту крышку канализационного люка и посчитала его достаточно забавной. Чем-то напоминает одного персонажа из игры Plants vs Zombies. В городе, где живет Софья, было много странных кандидатов в выборах. Их фамилии вы можете увидеть на соответствующей доске. Виктория заподозрила в этой будке неладное, ведь спереди висит табличка музей, а сбоку предупреждение о том, что будка находится под напряжением. Проверять правду никто не осмелился. Думаю, многие здесь быстро распознали отсылку к бренду Fila, чей дизайн логотипа самым наглым образом решили переиначить на свой лад. Стер запись учителя английского языка и спрятал дневник за шкаф. И заплевал в кабинете стены, пол и потолок. Два замечания из дневника, которые прислал Александр. Хочется верить, что эти записи не в его дневнике, а одного из одноклассников. Артём сказал, что только в Екатеринбурге могли додуматься, чтобы из номера автомобиля сделать заплатку на дороге. Возможно, в других уголках нашей страны до такой инновации тоже додумались. Ирина заказала в интернете гель для душа по удивительно низкой цене, особо не вчитываясь в описание товара. В итоге она получила эту миниатюрную копию настоящего геля для душа. Эта фотография была сделана во время прогулки нашей подписчицей. Видимо, изначально здесь планировали сделать балконы, но в какой-то момент передумали. Иван встретил в магазине отечественный аналог Фанты. Импортозамещение – это хорошо, но можно было придумать своё название. Зачем кому-то подражать? Понять смысл этой вывески можно только после того, как узнаешь, что внутри находится караоке-бар. Но всё же лес – это место, где люди пытаются отдохнуть от шума и криков. Класс Егора дежурил, но один из его одноклассников, которого тоже зовут Егор, забыл свой бейджик. Выход из ситуации был найден весьма быстро. Современные технологии, что тут ещё сказать. Просто одинокий ботинок, оставленный на высоте нескольких метров на ветке дерева. Со временем такому даже перестаёшь удивляться. Даже кронштейны могут выглядеть позитивно. Его придумал человек, который обожает не только саму жизнь, но и свою работу. Обратите внимание на нижнюю часть столба. Эту исчезающую конструкцию заметила Татьяна. Очень надёжный столб, с которым точно ничего не случится, правда? Играла в шашлычку у Ашота. Первая учебная четверть только подходит к концу, а мы уже собрали целую коллекцию необычных замечаний в дневниках. Перед вами чай ручного производства, который полон витаминов. В осеннее время такой напиток будет весьма кстати. В школе Виктории бутербродам уделяют особое внимание. На уроке технологии у старших классов есть отдельная книга про них. На доску вешают плакат, а в один из дней и вовсе отмечают праздник, посвящённый им. Друзья, не бросайте, пожалуйста, бумагу и предметы личной гигиены в унитаз. Они не умеют плавать. Очередная забавная табличка из общественного туалета. Жители некоторых регионов могут видеть снег за всю зиму буквально пару недель. В то время как в других местах он выпадает уже в сентябре. Этот прекрасный вид с Алтая нам прислала Татьяна. Эта стойка изначально предназначалась для каких-то мужских товаров, но со временем сотрудники магазина переоборудовали её немного для другой категории. И теперь фраза «Лучше тебя, мужчины, нет» с соответствующим изображением выглядит немного странно. Лапша успеха была найдена в одном книжном магазине. Не знаю, как она связана с литературой, но сладкоежки должны остаться довольны такой покупкой. Александр заметил подделку бренда Sony, когда менял старые батарейки в одном из своих устройств на новые. Виктор прислал пейзаж из Крыма и посоветовал всем остальным нашим подписчикам хотя бы раз приехать на отдых в Крым, чтобы насладиться такими красотами вживую. Те, кто смотрел фильм «Большой Лебовский», должны по достоинству оценить название этого боулинга, который был встречен в самой обычной провинции, ведь часть сюжета фильма посвящена как раз этой игре. Кто-то сильно желал выпускать леденцы со вкусом знаменитого спрайта, но при этом используя немного другое название. Шмели обычно имеют жёлто-чёрную окраску, как осы или пчёлы, но Полина встретила чёрно-белого шмеля. Причём она рассказала, что этот гость прилетает уже не в первый раз. Константин ходил по торговому центру и в какой-то момент увидел красную кнопку высоко над головой. Сразу появился вполне логичный вопрос, за что же она отвечает? Перед вами хорёк Люся. Семья Вики нашла бедное животное на улице, оставленное предыдущими хозяевами. Её приютили, вылечили и теперь она живёт с ними уже четыре года. В Краснодаре есть район, который должен приглянуться любому фанату фильмов «Матрица». А всё из-за приставки «Нео» в своём названии. А пока на этом всё. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok